Сказочный Довбень в зеленой футболке и обстрелы Запорожской АЭС. Михаил Корниенко на Камертоне за 7 августа 2022 года. Запоминайте слово, которое не расшифровывается всякими фильтрами, они же на русский язык настроены. Довбень. Сказочный Довбень в зеленой футболке и обстрелы Запорожской АЭС. Вы только послушайте, какой сказочный Д... Нет, не дебил. Хочется употребить слово, которым иногда обзывают дятлов. Но дятлы ни в чем не виноваты. К тому же русское слово это не печатное. Ладно, пускай это будет вполне литературное украинское слово Довбень. Практически полный синоним. Не далее, чем 5 августа небритый Зеленский, продолжая бездарно исполнять роль Зеленского в одной и той же зеленой футболке, заявил на фоне белого потолка. Сегодня оккупанты создали чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе. Они обстреляли Запорожскую АЭС. Причем дважды за день. Это самая большая станция на континенте. И любые обстрелы этого объекта это откровенное дерзкое преступление акт террора. Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только. Не только один аргумент в пользу признания России государством спонсором терроризма. Это аргумент в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли, Росатома и всех связанных с этим лиц. Это исключительно вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен на атомные технологии. Что это? Географический кретинизм? Разве он не знает, что Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре Запорожской области. И как и сам город, уже давно контролируется этими самыми оккупантами. Как Зеленский назвал объединенные силы специальной военной операции. Или ему не доложили. Или доложили и забыл. Или он хочет сказать, что как в Донецке 8 лет подряд, сами по себе стреляют. Вот и военно-гражданская администрация Энергодар, которую вовсе не Зеленский назначил, сообщает. Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗУ «Ураган калибра 220 мм». При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища, отработавшего ядерного топлива и поставтоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров. Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад в случае возникновения техногенной катастрофы, в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины. Далее пострадает весь континент. Так кто на самом деле, даже не дважды, как сказал Зеленский, а уже трижды обстрелял АЭС? Кто на самом деле совершил откровенное дерзкое преступление от террора? Кто на самом деле создает ядерные угрозы? Ответ на все эти вопросы очевиден. А еще очевидно, что Зеленский не страдает географическим кретинизмом. Он знает, где находится АЭС. Кто контролирует Энергодар, как знает, кто обстрелял и прекрасно знает, откуда поступила ему команда это сделать. Просто Зеленский снова цинично солгал и сделал это осознанно и целенаправленно. Не сказочный долбень он, а преступник. Михаил Корниенко. Сказочный долбень в зеленой футболке и обстрелы Запорожской АЭС.